Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня с вами снова я Леонид Иванов И свои байки про баньку нам сегодня расскажут Народный артист Республики Бурятия Сергей Васильев Привет! Заслуженный артист Республики Бурятия Евгений Айош Здравствуйте! Серега, ты был за границей где-нибудь в бане? Ходил туда? Кстати, хороший вопрос Спасибо! В прошлом году мы с Олегом Петельным, нашим народным артистом Бурятий Нас предложили сыграть в фильме у монголов Мы ездили в Монголь, в Алан-Батор снимались Я маленькая роль, небольшая роль У него вторая роль, так сказать Хорошая роль И вот парень, режиссер, который сам оплачивает этот фильм Он нас пригласил в сауну Что такое сауна? Я просто-напросто такого не видел Ну, я не так часто бываю, к сожалению, в саунах Но такое не видел вообще Пятиэтажное Первый этаж общий Там душевые отдельно Улан-Батори, да? Улан-Батори Горячие отдельно Заходят, стоят 25 долларов Можно находиться хоть до утра Ну, там два стакана пива, по-моему, бесплатно Остальное все можно покупать На первом этаже, то есть парилка и два бассейна Потом расходятся в разные стороны Ой, как раз вот это место разное А потом заходят на второй этаж На втором этаже массажные Разные комнаты там массажные, массажи всякие разные На третьем этаже там разные эти, как они, тоже комнаты Обделаны разными камнями Нет, обделаны Отделаны разными камнями И там, значит, в одной там какой-то малахи Другой там какие-то соль какой-то, там кварц Какой-то чего Очень много этих комнат Там просто заходишь в эту комнату, ложишься, лежишь Там целый оздоровительный комнат Да В одной, на этой, в конце этой комнаты Значит, комната отдыха, по-моему, там кварца Просто лежат они и отдыхают Прохладная такая вообще На третьем, на четвертом этаже, по-моему, там Комната отдыха, там телевизор ставят, вот это бар Там, на четвертом даже детские комнаты Там, игровые площадки, там все То есть, там люди приходят Вот, допустим, иностранцев 25 долларов практически Гостиница стоит дороже То есть, если приехать туда с чемоданом Жить, ну вообще, ну, в бане жил где-то Да, в бане Вот это вообще Ты просто-напросто был дел Она одна, правда, такая Он на пять дней жил Пять дней бель-то Бель-то Из номера в номер переселялся Да Пока не дошел до детской Не стал В конце, да Раньше В одной деревне существовало такое Обычай, что В субботу ходят мужчины Мыться А в воскресенье женщины Ну вот Варфоломей Банщик старый Маленько прибалил И решил сделать Один день В субботу Женщины Подумали И быстро согласились Мужчины быстро согласились Но долго потом задумались Задумались А не зря это все Да, кстати А я вот хочу насчет бани еще сказать Из истории кино Все, наверное, знают такой фильм Полосатый рейс, да? Да, да Где тигры Вот И вот, чтобы лучше поддавались они дрессировке Чтобы их сильнее, наверное, мне кажется Замучить было Тигров И львов Там, кто там были Вот эти актеры Животные Их загоняли в парилку Специально На несколько То ли для расслабления То ли Чтобы гнев их укротить Либо они уставали Вот так мы мучили животных Парили Да Это То есть факт этот Есть А потом они привыкли И просто без этого У нас все Не говорили Все сангуны, наверное Там в бане Обложили Нет, ребята А что ни говори Баня, она, конечно Это Никаких лекарств не надо Это точно Особенно если венчик Да, венчик Нужна тренировка Сноровка Ну и пар нужен Пар обязательно Нет Причем баню Можно устроить Даже на свежем воздухе Да Обтягиваешь Полиэтиленом Камни сначала Костер Полиэтиленом Шотер обтянул Во-первых Она снимает Хандуру Не хандуру А вот это Как называется Господи Человека Депрессия Депрессия Уходит Откуда Не знаю Попаришься Это все Я не такой Любитель Чтобы вообще Париться Вот у меня жена Она пересидит Она сидит В этой бане Парится Любит Это же с детства Его отец Тесть мой Приучил А я с детства Не так Приучил Легкий пар Люблю Легкий Порок Это мы еще давно Были Но Анекдот Вообще Старинный Это Студент Пошел Сдавать Философию Подходит Преподаватель Вопрос По философии Он говорит Подождите Можно я вам Вопрос Задам Задавая Вот смотрите Идут два человека В баню Один чистый Другой грязный Кто из них Будет мыться Преподаватель Ну конечно Грязный А вот и неправый Будет чистый Мыться Ну почему Но он же чистый Он же чистый Он же всегда моется Он же всегда любит Чтобы он был чистый Ну понятно А вот еще один вопрос Идут два человека В баню Один грязный Другой чистый Кто из них Будет мыться Ну конечно Чистый Нет грязный Будет мыться Ну это уже Какая-то ерунда Получается Вот и есть Философия Раз уж В студенчестве Мне один Он сейчас Режиссер уже Будучи тогда Актером Студентом Рассказывал Они учились В Питере В Лгитнике Тогда еще В Лгитнике Теперь он по-другому По-моему Называется Академия Урок Есть такой Ну ты же знаешь И вы знаете Оба Как говорится История театра Вот Ну там проходит История театра И что-то По-моему Проходили они там Шекспир что-то было А Шекспире Что-то нужно было Вот И сидит старенький Профессор Он приходит И Студенчество Молодой Третий курс Я не помню На третьем По-моему Гуляния же Все это Общежитие Там все это И он пришел И говорит Знаете Ответил Там же по-моему Два вопроса На второй Не может Знаете Я Я не читал Профессор встает Как Что Вы Будущий актер Вы не читали Шекспира Вы Он встал Говорит Ходил Боже Что-то Мой Там такое Нистовство Было Что Я вам не могу Поставить пятерку Ставлю четверку Только потому Что я рад За вас Вы не открыли Для себя Еще Шекспира Ставлю Только четверку У вас все Все впереди Да А в этой бане Когда мы Работали Этими В судейском Отряде Мы проводили Провода Ну то есть Тянули Лэп Десяти Киловатную И мы этими Проводами Носили на себе Эти провода Букс Вот эти На себе И практически Летом Было все Черные Стали синевой Такой Как снегры И вот Когда мы пошли В баню Мы то думали Мы как хорошо Загорели Вы такие Синя Такие Черные Черные Пошли в баню Только потом Поняли Что это было Всего лишь Грязь Кстати Давайте Чайку С медом Конечно Обязательно Под чаек И анекдотики Расскажем в бане У артиста Спрашивают Как вас зовут Митя Ну важное Развание Фамилия Отчество Да с моей Зарплатой Просто Митя Кстати Здесь Бассейн Хороший Подсветка Красивая Теплая вода Это реклама? Не Не Это Анекдот Вспомнил Новый русский Закажет архитектору Значит Это Баньку себе Сауну Вот хочу Говорить Чтобы у меня было Три бассейна Зачем Три Ну один Чтобы с холодной Водой Один Чтобы с теплой А один Чтобы вообще Без воды А зачем Без воды А вдруг Кто придет И купаться И плавать Не умеет Такой Песня называется Богатырская Веселая А может И не очень За Не стоит Анализа Затупился Меч Кладенец Трехголовых Порупал Я немало Все С гитанием Пришел Конец Дельси в Кабурга Пускарела И схудала Я На лавку Завалю Будь молодцом И краса Моя Мария Пущай мне Подает Тут и глаз Холодцом А я на лавке Буду Стрекатать Страдания Алый Алый Мак Красный Цвет Уж Какое Бог Веселый Был Иван Был Дурак Был Да Вышел Веселый Был Иван Был Дурак Был Да Вышел Веселый Мол Утарин Сразу Устанешь Рану Да В полях Да Живая Вода Нынче Дорога Да И ту Не Достанешь В каждую Деревню Зайди Да Зайди Ради Дела Чести А Также Для Славы Каждый Предстает Вон Кого Победить А Я Наемник Какой Нибудь Права Алый Мак Красный Цвет Уж Какое Бог Веселый Был Иван Был Дурак Был Да Вышел Такая Рова Но ее Надо Вытягивать Я еще Хотел Сказать Про Баню Пробовали Вообще В снег Нырять После Бани Не Пробовал Не Приходилось Нет Я Нырял В бассейн А вот Бассейн Я имею ввиду Простая Баня Собственно Частная Не сауна Такие Отделанные А вот Такая Простая Контраст Чувствую Раз уж О снеге Давайте тогда О новом годе Скоро зима Есть Не байка у меня А история Которая По настоящему Произошла Честно говоря Про нее уже Рассказывал Мой друг Потому что Она с нами Двумя Произошла Писали в газете Даже Каком-то Году Я не помню Потому что Это было 2005 Или 2006 Или Год Не секрет Все же Работают Дед Морозами Актеры Вот Кстати Все трое Ты работал Работал У меня тоже Дед Мороз Все Дед Морозы Так вот Ситуация такая Обычно 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 Время Все Друзья Просят Приди Поздравь Своих Моих Детей Хорошо 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 Приду 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 И В общем Не получилось У меня Я говорю Давай я на следующий день Потому что Ждали меня Ждали И они Переехали В общем К другим друзьям Я знаю Что они там Я говорю Давайте я приду Сегодня Знаю Что нужно Прийти Вот Ну Одеваюсь Все На следующий день Это было Первое Первое число Не 31-го Первое Прихожу Выспавшись К обеду Ближе Там Стол накрыт Все Я прихожу И Я сначала Ничего не понял Потому что Я звоню в дверь С этой палкой С мешком Открывается дверь И на меня Почему-то Дети так Недоуменно И вот так Отходят от меня Вот так В сторону Так пятись И слышу Оттуда из-за стола Там тоже у нас Актер Коля Брагин Он так Тушите свет Они на свет лезут Оказывается У нас товарищ Мой Женька Овчинников Он тоже Он чуть раньше За 15 минут До меня тоже Обещал прийти Тогда И он же не пришел В тот день Он пришел До меня Поздравил Только зашел Разгримировался В ванную Вышел И тут звонок Еще Дед Мороз Откуда дети Ничего понять Не могут И так и была статья Тушите свет Они на свет лезут Вот два Деда Мороза Получилось так Кстати Письмо Деду Морозу Дед Мороз Я уже два года Тебе больше не верю Сергей Петрович 47 лет На почту Приходит Письмо На почту Жалостливые Они как-то А письмо Дед Морозу Ну что делать Какому Деду Морозу Открыли Пишут Дорогой Дед Мороз Я живу далеко-далеко Там где-то в Сибири В такой-то деревне В глуши У нас Нет даже телевизора дома Нету Ничего у меня нету Мне Мне холодно зимой ходить в школу У меня даже нет рукавичек Пришли мне рукавички Расплакались Все плачут Господи Скинулись все эти На почте Все собрали Вот такую посылку Там всего-всего Надарили этому мальчику Адрес обратный есть Все отправили Приходит Смотрит Писает Деду Морозу Открывает Дорогой Дед Мороз Я рад Что ты послал мне эти подарки Что спасибо тебе за скейтборд За компьютер Что-то еще такое За все-все-все спасибо А вот варежки так и не пришли Наверное на почте сперли Слышно А это тоже про Деда Мороза Письмо Деду Морозу Дед Мороз Я весь год вел себя хорошо Подари мне Ну правда не весь год Ну и иногда Да ладно Сами себе подарки Иван царевич Приходит К царю И говорит Вот царь Как я обещал тебе Исполнил твое желание Вот голова дракона Теперь Давай ты Исполни свое желание Ну что ж Иван царевич Я тоже держу свое слово Вот тебе рука принцессы Вот тебе рука Это Молодые знакомятся И девчонка спрашивает у парня А как у тебя с родственными привычками не пьешь Он Нет Только по праздникам и после бани Хорошо через месяц Ну что жена Сегодня праздник есть? Нету Ну тогда в баню Всем традиционно Петька и Василий Иванович Петька в бане Трёт 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 О Василий Иванович Маечка отыскалась А вы запропастилась Запропастилась И она засахалась Ну а приметы какие-то вот существуют Я конечно сам актёр Ну вот у меня свои приметы А у вас какие-то есть Приметы для бани Или вообще Или для бани Или для всего Всё что угодно Вот на сцену ходить У кого Вот насчёт зарплаты Можно научиться радоваться мелочам Вот я получаю получку И радуюсь Мелочь А приятная Вот бывает так Вдруг случайно роняешь текст Ну вся Представляешь У тебя папка вся как высыпалась Вот так Да И что И на каждом лесочке На каждом лесочке Садишься на него Трёхлыстки так по кругу Надо попой сесть Подтянуть И вместе с ним встать Ну иногда делаешь просто вот так Трёхлысых не вспоминаешь? Кто-то должен трёхлысых вспомнить Говорят Ещё Вот так Мы в институте когда учились Говорили трёхлысых Надо вспомнить Это как? Ну как-то Допустим Ленин Котовский Кто ещё? На себя в зеркало Уже посмотрел Вспомнил Или Леонид Иванов А можно даже Ну вот Что замёрзли? Раз пошли такие разговоры Надо срочно идти попариться Ооо Это хорошее дело Вперёд Желаем всем попариться Объяснить здоровье Счастья Радостью жизни Всех с лёгким паром Идите в бабец Идём Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова